МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо. Здравствуйте. Да, правильно вы отметили. Весной этого года нашим президентом, главой государства, Нурсултаном Айбищевичем Назарбаевым, был обнародован план 100 конкретных шагов. В этом плане наша глава государства перед населением, перед правительством постояла ряд задач. Перед задачей из них, например, если данный план состоит из пяти пунктов, второй пункт, скажем так, вторая глава данного плана – это обеспечение верховенства закона. В этом пункте президент озадачил перед правительством конкретно 19 целевых шагов. Из них один шаг непосредственно относится к Верховному суду. В этом плане тоже нашим военным судом активистской гарнизоне проводится определенная работа. А именно, например, в этом плане, в 17-м шагу, наш президент отметил именно ужесточение квалификационных требований и механизм отбора кандидатов-судей. Давайте немножечко остановимся, прервемся. Я хотела бы узнать, как сейчас производится отбор на должность судей? Ну, если в настоящее время, например, если будем смотреть, согласно Конституционному закону, о суде системе и статусе судей, согласно статье 29, в этой статье конкретно поставлены пять требований, а именно для того, чтобы стать судьей, человек должен достичь 25 лет. То есть не младше 25 лет. Да, не младше. Это по новым правилам или по существующим? Нет, пока сейчас действующим. По действующим. Так, 25 лет возраст. Он должен иметь высшее юридическое образование, безупречные репутации и стажеработа по юридической работе не менее 5 лет. Кроме того, он должен сдать квалификационный экзамен и медицинское освидетельствование, соответственно, то, что он годен к исполнению должности, а также он должен быть успешно прошедшим как стажировку. А сейчас, теперь, после наставления президента в настоящее время, предполагается, что вот этот возрастной ценз Верховный суд и правительство хотят поднять до 30 лет. То есть, слишком молодые судьи, в принципе, да, для возраста 25 лет, наверное, еще рановато решать какие-то серьезные вопросы. Так? Это связано именно с этим. Да, потом уже это предполагается введение 5-летнего стажа работы, непосредственно, как, например, связано с участием в судопроизводстве. А это, например, это, чтобы стать судьей, он должен непосредственно, например, 5 лет должен непосредственно работать как секретарь судебного заседания, либо в качестве прокурора, либо в качестве адвоката. То есть, непосредственно присутствовать на судебном заседании, иметь опыт такой работы. До этого не обязательно было? До этого 2 года. 2 года вот сейчас действует. Потом в настоящее время вот намечается вот срок обучения вот в магистратурах. Вот у нас есть в Астане Академия Препрезидента, там есть Институт правосудия. В этом магистратуре, в этой магистратуре сейчас, например, обучение 2 года. Из них 3 месяца, это непосредственно практика. Сейчас вот эту практику они хотят поднять до 1 года, увеличить, увеличить, и с выплатой стипендий, например, конкретно если он будет проводить, проходить практику, уже ему будет выплачена стипендия. Кроме того, необходимо решается вопрос, он должен проходить практику уже с отрывом от основной работы. С отрывом от основной работы, при этом ему установить оплату в размере 50 или 70 процентов должностного оклада судей. Ну, если увеличивается возраст, то понятно, в связи с чем это делается, да, и, естественно, это уже взрослые люди достаточно, многие имеют семьи, и, конечно, они должны эти семьи обеспечивать, поэтому государство теперь старается обеспечить их стипендии, либо сохранять заработную плату 70 процентов. Да, да, в размере. Что это даст, вот, на ваш взгляд, эти все изменения, они к чему могут привести и должны привести, чего мы ждем? Ну, это, во-первых, это, на мой взгляд, это, во-первых, связано с тем, что, чтобы поднять судейский имидж перед населением, имидж суда. Сейчас на каком уровне, вот, положа руку на сердце, этот имидж находится? Ну, бывает, например, этот, порой бывает разное обстоятельство, поэтому иногда есть, например, иногда встречаются какие-то негативные моменты. Ну, в основном сейчас все люди, мое мнение, в основном, когда он оспаривает свое право, они в основном идут уже в суд для того, чтобы защитить свои права через суд, судебные органы. Нарекания часто в адрес судей звучат, вот сейчас, в настоящее время, до того, как приняты вот эти вот реформы все? Ну, в целом, на всех, от имени всех судов я не имею права, но если буду брать, это свой суд, свой военный суд, активистская зона, нарекания со стороны населения, конкретно нарекания за последние, вот, сколько, насколько я помню, вот, 5-6 лет, вот, в отношении нашего суда почти не было. А вы доступны, открыты для общения, для простых граждан? Любой человек может прийти к вам в суд, попасть на прием и высказать свое мнение или поставить какое-то заявление? Безусловно, да. Любой человек имеет право ко мне прийти, не только ко мне, имеет право прийти в наш суд, зайти в судебный зал и принимать участие в любых судебных созданиях. Даже так, да? Скажите, пожалуйста, видео-аудиосъемку ведете вы на судебных соседаниях? Да, аудио-видеофиксация у нас проводится, сейчас у нас в судебных залах установлена видео-аудиоаппаратура, в настоящее время они в рабочем режиме работают, и наши, например, защитники, адвокаты, прокуроры, в случае необходимости, они в любой момент имеют право просмотреть записи и оспорить, например, кое-какие спорные моменты. Спорные моменты, вот если говорить, допустим, по этому году, сколько раз возникали? Ну, вот если с января, по текущему моменту. Если брать за этот год, например, с января по, например, с сентябрь, спорные моменты почти у нас между сторонами почти не возникало. Почти не возникало. А вот то, что увеличивается возраст судей, вы с этим согласны? Согласен. У вас работают молодые специалисты или нет? Молодые, ну, специалисты работают. Какого возраста? Разного возраста. Ну, вот есть, допустим, ребята 25 лет. Специалисты это одно, а судьи, судья это уже. Судьи, да, да, да. Но судьи, у нас вообще трехсоставный суд. В настоящее время одна вакантная должность, то есть одно месяц свободный, и я, и еще один судья. Вот мы вдвоем работаем. Но у него уже это свыше 30, по-моему, 32 ему. То есть это опытный специалист у вас, опытный судья. И больше у вас штатные единицы не позволяют набирать сотрудников? Ну, одно штатное место есть, да. Сейчас вы будете проводить отбор, естественно, будете рассматривать какие-то кандидатуры на это вакантное место. Вот в связи уже с новыми требованиями в этом аспекте? Нет, пока этот вот в виде закон не принят, данные нормы. Но пока мы будем работать по старой норме. Все-таки по старой. Да, как только примет, мы будем руководствоваться уже новым законом уже. Понятно. Если вспомнить о делах, сколько дел было рассмотрено военным судом Октябинского гарнизона за этот год? За этот год и сейчас до сих пор некоторые дела еще не закончены, проводятся. Но в основном сейчас это, поскольку мы обслуживаем три гарнизона, Октябинский, Уральский, Атравский, в основном сейчас нынешнее время, например, уголовное дело уже по сравнению с тем периодом уже как бы уменьшилось, нагрузка уменьшилась. Но зато нагрузка эта по гражданским делам увеличилась. Это говорит, наверное, с одной стороны, как бы население уже больше, стали больше доверять уже суду, поэтому чаще стали обращаться в суды с исковыми заявлениями. По гражданским искам? Да, по гражданским делам. А вот уголовные дела какого характера были рассмотрены? Уголовные дела в основном разного характера. Сейчас как таково дезертирство, как таково самовольное оставление части, нашим судом почти, можно сказать, за последние пять лет не рассматривается. У нас был случай, я хочу вам напомнить, самовольное оставление части, и в результате чего молодой человек был найден, военный одной из воинских частей нашего города. Кустанайский области, да? Нет, нашего города, который был потом через несколько месяцев все-таки найден живым и здоровым. Он самовольно оставил часть. В чем тут причины? Это установлено сейчас следствием и был ли суд? Это сотрудник нашего горвоенкомата, да? Да, горвоенкомата. Ну, сейчас как такого, да, горвоенкомата у нас как такое заведение не имеется, сейчас это управление называется по делам обороны. По делам обороны, да, да. Ну, в этом управлении, да, есть такой сотрудник, он в настоящее время работает, благо, что он жив, нашли его. Он восстановлен в должности? Ну, насколько я помню, насколько я слышал, вот в настоящее время он работает. Как бы его никто через суд не восстанавливал. Никакого разбирательства судебного не было, да? Его, по-моему, насколько я помню, его похитили. Я точно не знаю, но, по-моему, вот территориальные органы, правоохранительные органы занимаются этим делом. То есть, к вашему суду это никакого отношения не имело, просто нашим телезрителям, так же, как и мне, впрочем, интересно, потому что информация у нас была в наших новостях и доступна была всему городу. И, в принципе, мы ничего так и не сказали об этом человеке, что же с ним произошло и что с ним сейчас происходит. Спасибо большое, что вы ответили на этот вопрос. Если есть, коротенько, что добавить, пожалуйста, порекомендуйте, пожелайте что-то будущим судьям воспользоваться нашим эфиром. Ну, то же самое у меня, вот, в настоящее время нашим судам проводится определенная работа по этой сфере. Поэтому Верховный суд, а также наш военный суд Республики Казахстан, который находится в Астане, они конкретно по этой программе, по плану президента, уже проводят определенные работы. Вы сейчас тоже занимаетесь пока разъяснительной работой, наверное? Да, пока разъяснительной, чтобы довести до сведения населения. Понятно. Мы вас поняли. Большое спасибо. Приходите в нашу студию еще раз, если будут хорошие новости. Всем телезрителям хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня был Шинбалат Кадиров, председатель военного суда Октябрьского гарнизона. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.